Друзья, всем привет! Вы на канале ММА Ревью и сегодня у нас очень громкий, спорный и тяжелый разбор боя. Тони Фергусон 12 декабря подерется со своей бразильской, более молодой копией, идущей на серии 7 досрочных побед подряд. Внимание, досрочных! С Чарльзом Оливейрой, который в прошлом бою в легкую раскатал Кевина Ли. И все потому, что Майкл Чендлер сначала газовал на Тони, но когда Эль Кукуй сказал ему «да», погнали, Чендлера дата не устроила. Но мы-то с вами знаем, что Эль Кукуй не выбирает себе соперников и готов биться с кем угодно в любое время. И в этом разборе мы постараемся выяснить, какие шансы у Оливейри, сможет ли он пройти Эль Кукуя. Ведь многие уже давным-давно списали бабайку. Ставьте лайк и погнали! Начнем же давайте с Тони Фергусона. Совсем недавно его обсуждали. В плане карьеры, я думаю, все в курсе, что у него и как. Да, он сейчас идет после поражения и многие его списали со счетов, но Тони на самом деле воин еще тот, которых сейчас все меньше и меньше можно повстречать. Да, у него есть свои заморочки, странности, но он никогда не искал легких путей. Например, не так давно он вернулся после разрыва крестообразных связок, которые, кто знает, во-первых, хрен заживают, а если заживают, то тут же снова рвутся. А во-вторых, восстановился он менее чем за полгода, хотя в среднем человеку требуется хотя бы год, как, например, полутяжу Тиагу Сантосу. Да и вот в мае этого года Тони, следуя своим принципам, не отказался от боя, от неудобного соперника, к стилю которого совсем не готовился. А во-вторых, сделал две сгонки веса почти подряд, что скорее всего было большой ошибкой. Но он, как обычно, следовал своим обещаниям и принципам, и слово сдержал. А я напомню, что Тони ранее бился в полусреднем весе на том же ультимейт файтере, и гонять ему в легкий дивизион не самая простая задачка. Из его плюсов можно по-прежнему выделить темп, кардио, нестандартную ударку и джиу-джитсу. А провел же Тони за карьеру 29 боев, одержав 25 побед, 20 досрочных при 4 поражениях. И теперь его соперник Чарльз Оливейра. И да, да, снова очередной бразилец, с которым крайне мало материалов в интернете. Вкратце скажу, что парень не взялся из ниоткуда. Он попал в UFC слишком молодым пацаном и даже раньше самого Фергусона. Звезд с неба не хватал, периодически раскатывая всех середняков, забирался в топ, где его какой-нибудь Пол Фелдер или Макс Хлоуэй хорошенько осаживал. Но Оливейра Росс развивался, прибавлял, и вот сейчас у него победная серия из 7 боев подряд. Во всех боях он всех попередушил, либо нокаутировал соперников. И вот в последнем поединке он сразился с Кевином Ли, где также разобрал якобы перспективного борцуху, чем удивил тогда я вам скажу многих. Из его плюсов можно выделить нестандартную ударку, атакующую джиу-джитсу, кстати, крайне высокого уровня. Но и как у любого другого бойца, у него есть и свои минусы, о которых мы чуть позже поговорим. Правил Оливейра за карьеру 38 боев, удержав 29 побед, 27 внимания досрочных, при 8 поражениях и 1 бой без результата. Далее у нас, друзья, по традиции, опыт, выносливость и антропометрия. Опыт. Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, Оливейра в UFC дольше, боев провел больше. Но сравнивая бои, оппозицию, есть такой момент, что Тони на вершине у нас куда дольше, когда Оливейр этот только забрался. Плюс у бразильца есть еще один момент. Как только он постоянно добирается на вершину, кто-то его тут же очень жестко разбивает. Связано это с ментальной составляющей или с чем-то еще, непонятно. И вот являлся ли Кевин Ли той проверкой на вершине, точно сказать тяжело, ведь у самого Кевина Ли 2-4 в последних боях. Но чтобы окончательно сделать выводы по опыту, давайте затронем кардио, где однозначно я выберу Эль Кукуя. Вот именно в этом, понимаете, опыта у него больше. Опыта боев с именитыми, жесткими соперниками и, главное, на 5-ти раундовые дистанции. Например, с хорошим и жестким на то время Досанисом или Рубакой Гэджи. А вот у Оливейры опыта такого нет, то и какое там у него кардио после экватора боя, пока не ясно. С такой дистанции он еще не сталкивался. А вот что касается антропометрии, тут у нас тоже Тони фаворит. Правда, небольшой, он немного выше и размах рук его на 6 сантиметров больше. Но и также Тони постарше, а по комплекции они крайне схожи. Высокие такие сухопары. Следом у нас ударка. И здесь, конечно, стили бойцов во многом похожи. Оба любят работать первым номером, прижимать к сетке, атакуя ногами по корпусу, а также играть с локтями и постоянно их вставлять в серии своих атак. Оба, кстати, также могут потрясти и уронить соперника. Тони, правда, мы редко видим в последнее время такое. Но Гэджи в крайнем бою апперкотушка прилетел жестенький. Правда, Оливейра уже не один раз отличался подобным, банально просто запутывая соперника. И когда соперник зеванет или не ожидает откуда прилетит, пропускал и, конечно же, падал. Прописная истина не более того, падает боец не от сильного удара, а от того, которого не заметил. И в стойке, конечно, очень будет интересно, кто же кого задавит, что предоставит Оливейра. Не просядет ли он морально, занимаясь фехтованием в стойке с Эль Кукуем. Ведь по статистике пропускают бойцы примерно-то одинаково, но Тони почти в два раза больше доносит своих ударов до цели. А если на минуточку мы сравним их оппозиции с кем и кто сражался, то весы потихоньку начинают перевешивать в сторону Тони. Например, буквально, что было сложнее? Перебить в стойке Пэттиса, Ковбоя, Досаниса, Барбозу? Или Джареда Гордона, Николенса, Дэвида Теймура? Но вы понимаете уровень позиций какой, да? Ладно, к этому еще в конце вернемся. И теперь же у нас борьба, где фанаты джиу-джитсу ликуйте. Тони очень опасный джитсер. И как бы я хотел, чтобы Эль Кукуй пользовался им чаще, ведь его борьба максимально зрелищная, интересная. Он, знаете, не лежит на соперниках, хватая воздух. Как только ты его переведешь, жди беды, как говорится, но важная поправка. Когда ты его переведешь. Оливейра же совсем нет такой пари. Он знает, что его божижа – это его сильная сторона. И именно поэтому он постоянно пытается ей пользоваться. Количество переводов и успешных переводов у Оливейры в 3-4 раза выше, чем у Тони. Более того, попыток приемов у Оливейры тоже в разы больше. В общем, он в любой момент пытается побороться и накинуть какую-нибудь удушку, когда Тони работает только от соперника. И, конечно, мне очень интересно, захочет ли себя проверить на конвасе Оливейра. Так сказать, попадаться на конвасе с Тони. И что-то мне подсказывает, он очень это хочет проверить. Но несмотря на то, что в 7 последних боях Оливейра 5 раз задушил своих соперников, не спешите списывать Тони со счетов. Кто это был? Ветераны, Клей Гуида, Джим Миллер или Теймор – базовый ударник. Ну и Кевин Ли, кордю которого хватает на раунд или от силы на два. А вот Пол Фелдер перевел и забил наглухо Оливейру на конвасе. Рикардо Ламас, Энтони Петтис – оба его финишировали приемом, и это было не так давно – 16-17 год. И закрадывается момент, что те, кто более-менее неплохо дышат и умеют бороться, вполне могут оказать сопротивление Оливейре на конвасе. А если добавить туда еще физическую силу, опыт, то глядишь и станет фаворитом. Кевин Ли справлялся со своей задачей, и я уверен был, что он раскатает в стиле Пола Фелдера хотя бы. Но кто знал, что он устанет за полтора раунда снова? Ну вот в том, что Тони за полтора раунда не устанет, я, пожалуй, уверен. А вот насколько хватит бензобака на борьбу бразильцу, и дистанция-то у нас тут не три раунда, это еще надо будет посмотреть. И в прогнозе на бой я выберу Тони Фергусона, и я думаю, он победит досрочно. Сначала, конечно, во мне играла фанатская частичка, ведь я обожаю Тони. Но разбирая бой, пересмотрев просто десятки последних сражений обоих, можно сказать, что Тони в ударке тот еще перец. Да, его перебил Гэджи, но Тони тоже, например, его уронил. Плюс две сгонки веса, плюс последние годы он готовился к Хабибу, к борцу, это понятно, но опять же, Гэджи один из лучших ударников на данный момент в дивизионе, да и бьет как грузовик. И как Тони бился тогда и держал удары, позавидуют многие. Дальше борьба. Оливейра опасен, но черт возьми, Тони тоже опасен на конвассе, плюс, повторюсь, он готовился к Хабибу. У него на конвассе куча заготовок, поэтому уверен, что ему есть чем отвечать. Да и я думаю, он даже будет ждать того самого перевода. И в итоге, если мы сюда добавляем аспект кардио, распределение сил на 5 раундов, рубка в глубоких водах, в которой Оливейра за 10 лет в UFC еще ни разу не побывал. И самое главное, конечно же, оппозиция. Тут выбора уже окончательно не остается. Вот такая вот заруба, друзья, разбор получился просто от души. Долго я, конечно, над ним думал и размышлял, поэтому теперь жду ваше мнение в комментариях. Как думаете вы, кто заберет победу? Как заберет победу? Сможет ли Оливейра залететь в топ-5 или Эль Кукуй станет снова главным претендентом на пояс? И никакой Чендлер его в титульной гонке обогнать не сможет. Ну и также мы давненько не проводили розыгрыши. По традиции, кто первее всех и точнее всех напишет комментарии с исходом боя, кто победит и как победит, тому вышлю 2000 рублей чисто от себя. Например, Тони Фергусон победит в конце третьего раунда приемом, допустим, анакондой. А у меня же на сегодня все, друзья. Уверен, разбор вам зашел, поэтому поддержите его своим мощным бойцовским лайком. Это сильно помогает развитию канала. Ну и конечно, конечно, прожимайте колокольчик и подписку, чтобы ничего не пропускать. Ну или просто залетайте уже по традиции, по зову сердца. Всем мир, не прощаемся.